Девушки отдыхают Что случится, если «Газпром» играть сегодня в игры, это одержит третью победу Но, тем не менее, КПРФ за последние годы доказал, что уже вошел в элиту российских клубов и европейских клубов Ну и, как не вспомнить, что именно с «Газпром» игрой была финальная серия, когда «Газпром» становился чемпионом два года назад «Осадов» в девятый-десятый, «Ниязов» на дальней штанге нет, не проходит в передаче Вот третий номер от «Газпрома» у «Газпрома» на паркете Думаю, что плей-офф и штанга и добивает ему! Да, «Газпром» — формальный защитник Друзья, скажу об этом Очень много этих подворок за время плей-оффа собрал Вот ровно у него есть какое-то такое ощущение Вот, не самый очевидный момент, понятно, ничего такого в этом не было Просто удар, просто не видел Кубатадзе, мяч отскочил И баталия у нас с «Новийским Дикелем» в серии полфинальной, которая была... Ну, сейчас увидим повтор этого момента, я так понимаю, что очень быстро разыграли мяч Удар не сильный, да, не видел Кубатадзе, да, и 1-0, 1-0 повели Кубатадзе, наверное, все-таки чуть поздно среагировал Мне кажется, не очень видел он момент Да, не видел он Удар, и штанга, и штанга, и штанга, и на диване баталия Ниязов, когда играл КПРФ, играл четвертьфинал в Тюмени Опасный момент, и гол! Бьет у Иенар Асадов лучший бомбардир, плей-офф, забивает свой одиннадцатый мяч, плей-офф Очень породистый гол, давайте, друзья, просто его обсудим и понаблюдаем Отличная передача, идеальная, ну и Асадов очень здесь здорово сыграл И красиво перебросил Кубатадзе, ну и передача Ниязова Все-таки эта пара действительно результативно серьезную демонстрирует И тайм-аут попросил главный тренер Газпрома игры Владимир Колесников Ну да, действительно, я скажу, что все-таки немножко нервно себя Кубатадзе еще чувствует Но здесь больших вопросов к вратарю нет, но, тем не менее, он перед этим немножко Звят нервничал До этого сезона Какой розыгрыш, и там Афанаси Да, и вот уже три в два Принимает на себя Гильер Мелдор И тут как реагирует Вот, тут как раз мы вполне имеем ситуацию, в которой... Да, Гильер Мелдор Да, ну, прежде всего отметим Биллина, конечно, ну, Панкратов Биллин, да, пара, ну, здесь бьющик много, посмотрим, здесь и под левую ногу и Асадов, и Педро могут появиться, да, и дальше Педро, удар, рикошеты. Ну, логично, абсолютно, все-таки домашняя площадка, и ох, какой момент. Опас момент, и гол! Баталия, как тонко разобрался. Баталия уже дубль оформляет. Ну, что могу сказать, я работаю над ошибками, футболист КПРФ точно сделали, мы наблюдали по поводу первых матчей, сколько куботации вытаскивало идей из ситуации один в один. Здесь вот реально, видимо, поработали и по-другому стали атаковать куботации в этих моментах. Все же знают, как играет куботация, что чуть-чуть рано бывает заваливаться, и все знают прекрасно, что вверх. Да, это понятно. И здесь привозят момент, но, пожалуйста, неправильно Асадов сыграл, но Акуков был один, он показывает, я же абсолютно один, как так? Ну, давайте посмотрим по автору. Отдай мне пас, если сейчас повтора не будет, думаешь, там нарушение было? Нарушение было, да. Да, и Асадов... Конечно, играют дольше, это понятно. И здесь желтая карточка. А так, что желтая карточка. Красная. Красная. Будет Акукова показана. Ну, давайте смотреть, будем поток после этого. Здесь, ну, просто сразу вылетел... Судья с красной карточкой. Да, Акукова красная карточка. Он будет удален, и... Две минуты КПРФ будет играть в меньшинстве. Ну, и давайте будем смотреть все-таки повтор. Важно нам вот этот момент увидеть. Выход один на один. Ну, друзья... По нынешней трактовке... По нынешней трактовке, это не фолл последней надежды, друзья. В мини-футболе, да, наверное. Да, сейчас да. Нет, так и есть. Если вратарь находится в воротах, по последним методическим указаниям, мы точно знаем, что это не фолл последней надежды. Скорее, за грубость. Если и показывать красную, то скорее за грубый фолл. Но, как раз, я точно не засек, но... Да, я засек, и сыграли уже чуть больше минуты. Чуть больше минуты, да. Опасно! Влежней стороной Ставхай Афаназик вырезал. Ну, хорошая передача, а что Гильерме, да, прекрасно. Вырезал над... И Дубра там покидает, и передача за третья баталия. Один в один, и... То же самое, что когда он забивал. Больком судейская бригада. Судья матча Сергей Михеев. Второй арбитр Алексей Иванов. Третий резервный Григорий Зеленцов. Инспектор Григорий Березкин. С левого ворота Газпрома во втором тайме. Звятку Потадзе. Югорска. На ваших экранах только что были. Контратака! И здесь пол. Так, и снова желтая. И снова желтая. Так, а это вторая. Да, это вторая у Сигнева желтая карточка. Вторая карточка. И... С носка. Да. Удар. Ох, господи. Как же не попадает сейчас Метро. Не успевает ступень развернуть просто сейчас Метро. Да, и пробует это делать. Проходит в лицевую. Он проходит, только бить-то некуда. Нельзя, да. Да. И его связь. И... Не попадает. Стипляет мяч Купотадзе. Купотадзе, думаю, пришел в себя. Он в важные моменты выходит. И здесь Афанасиев разворачивает. Но с этим правилом. Фиксирует пол. Третий уже. А нет, второй, простите. По 2-2. Полное равенство. Андрей подошел к Дугласу. Пожал руку. Клубом. Вот, ну и 1-1. 1-2-1. Убегает Трикун. Не сумел. Трикун и смат. У него даже какой-то... Вот смотрите, еще, господи. Сколько же у нас выходов. Устают команды. И не попадает на полотка. Удар. Появится пятый полевой. Видимо, и гол. Но это только закручивает интригу. Виноградов дальним ударом. Ну там рикошет, я так понимаю. Да, мне кажется, нет. Скорее, не видел. Ну, может быть, и рикошет, но давайте только на повторе мы это увидим. И за 7 минут и 2 секунды до кончания второго тайма. Вот, первый удар накрыт. А второй... Да, да, да. Баталия хотел... Баталия хотел сыграть. Концовки. Концовки игры, да. Здесь что получается, да. То есть сейчас на пятого полевой уже выпускать, потому что на пяти фоллахнут. Атака. Кататас по тридцать. Снязь 3-3 за 4 минуты 49 секунд до коньяния второго тайма. Как все переворачивается в этом матче. И Кататов побежал праздновать с болельщиками. Взятие ворот. Да, проигрывает единоборство здесь ДНР. И в конкурсах попадает. И в конкурсах уйдет Углас, да. И Афанасьев добивает, да. Два раза ДНР обыграли. Ну что ж, у нас все веселее. Все возвращается на круги своя. И... Да, и Афанасьев сравнивает счет за 4-49 до коньяния. Ну, объективно скажем, и проиграть. Без каких-то фатальных. Здесь Крикон выход 1-1. И Крикон. Не реализует. Рука? Нет. Ох, судья не решается. Пантимон, запасный момент. И... Кутилов. Понятно, что происходило. Шимба, уже все устают. Хорошая передача. Удар и грустно. И Гильермо забивает. 4-3. Гильермо выводит вперед футболистов. До швоба и зрений. Уже минуту матча с КПРФ. 4-3. За одну минуту 51 секунду. И слава жуау Гильермо. Человек, который просто все в финале решающие мячи забил. Посмотрите, еще раз против Ниязова. Да, и шикарно. Шикарно. Просто шикарный удар у Гильермо. Получается в самую руку. Мяч отправляет Гильермо. И на спасение у КПРФ 1 минута 51 секунда. Да, время это сохраняет Ниязов. Да, попытка... Доставки. И вот он Купа Таше. И Купа Таше. И за боковой удар. И снова Афанаси Блокину. 4 секунды. Да, ну посмотрим. В углу глаз попытка. Передача. И... И отбились футболисты. Газпрома. Они чемпионы России. В третий раз чемпионы России. Сезона 2021-2022 годов.